Пасхи Лазарь вместе с другими гостями и Иисусом тоже был у стола. Мария в это время взяла кувшин чистого нардового масла и вылила его на ноги Иисусу и стала вытирать его ноги своими волосами. Весь дом наполнился ароматом. Один из учеников Иисуса, Иуда Искариот, который впоследствии предал его, возразил, ведь это масло можно было продать за 300 динариев и раздать деньги нищим. Он говорил это не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. Ему была доверена касса, и он брал из нее на свои нужды. Не обвиняйте ее. Она сохраняла этот бальзам на день моего погребения. Бедные среди вас будут всегда. Я же с вами уже скоро не буду. Тем временем собралась большая толпа иудеев. Они узнали, что Иисус был в Ифании и пришли не только для того, чтобы увидеть Иисуса, но и посмотреть на Лазаря, которого Иисус воскресил из мертвых. Священники к тому времени решили убить и Лазаря, потому что из-за него многие иудеи приходили к Иисусу и верили в Него. На следующий день весь народ, пришедший на праздник Пасхи, прослышал о том, что Иисус идет в Иерусалим. Они взяли пальмовые ветви и вышли на встречу Ему с возгласами. Благословенен, идущий во имя Господа! Благословенен, царь Израиля! Иисус нашел молодого осленка и сел на него, как об этом написано в Писании. «Не бойся, дочь Сиона! Смотри! Вот идет царь твой, сидя на молодом осленке!» Вначале его ученики ничего не могли понять. Только после того, как Иисус был прославлен, они поняли, что произошло то, что было о нем предсказано пророками. Люди, бывшие с Иисусом, когда Он воскресил Лазаря из мертвых, продолжали рассказывать об этом случае, а сейчас они вышли встречать Его, когда узнали, что это Тот, кто совершил такое чудо. фарисеи из досады говорили друг другу. Ничего не помогает. Посмотрите, весь мир идет за Ним. Среди пришедших в Иерусалим на праздник для поклонения было несколько греков. Они подошли к Филиппу, ученику Иисуса, который был родом из Вифсаиды, и попросили, «Господин, мы бы хотели увидеть Иисуса». Филипп пошел к Андрею, и они вдвоем пошли и рассказали об этом Иисусу. Настал час Сыну Человеческому быть прославленным. Истину говорю вам. Если пшеничное зерно не упадет на землю и не умрет, то оно останется всего лишь зерном. Если же оно умрет, то из него произойдет много зерен. Тот, кто любит свою жизнь в этом мире, тот потеряет ее. Но тот, кто возненавидит свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее для вечной жизни. Тот, кто служит мне, должен следовать и за мной. Где я буду, там будут и мои слуги. Отец мой прославит того, кто служит мне. Сейчас моя душа в большом волнении. Что я могу сказать? Отче, избави меня от этого часа. Но ведь для этого часа я и пришел. Отче, да прославится имя Твое! И с небес вдруг раздался голос. Я прославил и буду прославлять. Народ, который там стоял, и все, кто слышал, говорили, что это гром. Некоторые говорили, что это ангел говорил с ним. Этот голос был не для меня, а для вас. Теперь настало время суда для мира. И князь этого мира будет изгнан вон. Но когда я буду вознесен с земли, я всех людей привлеку к себе. Это он сказал, давая понятием, какой смертью он умрет. Мы читали в законе, что Христос вечно жив. Как же ты можешь говорить, что Сын Человеческий будет вознесен? Кто этот Сын Человеческий? Некоторое время с вами еще будет свет. Ходите, пока есть свет, и пока вас не покрыла тьма, а тот, кто ходит во тьме, не знает, куда он идет. Веруйте свету, пока он есть, чтобы вам стать сынами света. Закончив говорить это, Иисус ушел, и никто не знал, где он. Даже после того, как Иисус совершил перед ними все чудеса, они не верили Ему. Это было исполнение слов пророка Исаии. Господи, кто поверил сказанному нами, и кому открылась сила Господа? Они не могли верить, как об этом и говорил пророк Исаия. И глаза слеплены, и сердца их окаменели, так что они не могут видеть глазами, не могут понять сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Исаия сказал это потому, что он видел славу Иисуса и говорил о Нем. В то время даже многие из начальников поверили в Него, но из боязни перед християми и перед тем, что те отлучат их от синагоги, они не говорили о своей вере. Похвала людей была для них дороже и одобрения Бога. Иисус громко сказал, «Когда человек верит в Меня, он верит не только в Меня, но и в прославившего Меня. Когда он смотрит на Меня, он видит того, кто послал Меня. Я пришел в мир как свет, чтобы никто из тех, кто верит в Меня, не остался во тьме. Я не сужу тех, кто слушает Мои слова, но не делает того, что Я говорю. Я пришел не судить мир, а спасти его. Для того, кто отвергает Меня и не принимает Мои слова, есть судья. И Мои слова осудят его в последний день. Я ведь не от себя говорю. Но Отец, который послал Меня, заповедал Мне, что говорить и как говорить. Я знаю, что Его заповедь дает жизнь вечную. Поэтому, чтобы я не говорил, я говорю по велению Отца Моего. Приближалась Пасха. Иисус знал, настал час Ему покинуть этот мир и вернуться к Отцу. Он любил Своих учеников, которые оставались жить в этом мире, любил беспредельно и показал это делом. Вечером ученики Иисус собрались на пасхальный ужин. И дьявол побудил Иуду-Искариота, сына Симона, предать Иисуса. Иисус знал, что Небесный Отец дал Ему все и что Он пришел от Бога и теперь возвращается к Богу. Он встал, снял с себя верхнюю одежду и опоясился полотенцем. Потом налил воду в бадью и начал мыть своим ученикам ноги и вытирать их полотенцем, которым было поясано. Он подошел к Симону Петру. Господи, ты хочешь мыть мне ноги? Сейчас ты не понимаешь, что я делаю, но позже поймешь. Ты никогда не вымоешь моих ног. Если я не омою ног твоих, то у тебя нет со мной ничего общего. Тогда, Господи, мой не только мои ноги, но и руки, и голову. Чистому надо вымыть только ноги, так как все тело Его чисто. Вы ведь все чисты. Кроме одного. Иисус знал, кто предаст Его. И поэтому сказал, что все чисты, кроме одного. Окончив мыть ноги Своим ученикам, Иисус снова оделся и возвратился на место. Вы понимаете, что Я сделал для вас? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно делаете, потому что Я и есть Учитель и Господь. Поэтому, если Я, Ваш Господь и Учитель, помыл вам ноги, то вы тоже должны мыть ноги друг другу. Я показал вам пример, чтобы и вы делали то же, что и я. Истину говорю вам. Слуга не больше своего Господина и посланный не больше пославшего Его. Благословенны вы, если будете исполнять все, что знаете. Я не говорю о всех вас. Я знаю тех, кого я избрал. Но должны исполниться слова Писания. Тот, кто ест со мной хлеб, поднял свою питу против Меня. Я говорю вам об этом заранее, чтобы, когда это произойдет, вы поверили, что Я и есть тот, за кого себя выдаю. Истину говорю вам. Кто принимает посланного Мною, тот принимает и Меня. И кто принимает Меня, тот принимает пославшего Меня. Сказав это, Иисус произнес в большом волнении. Истину говорю вам. Один из вас предаст Меня. Ученики стали растерянно переглядываться между собой и спрашивать, кого Иисус имел в виду. Один из учеников, которого Иисус любил, лежал устало рядом с Ним. Симон Петр показал Ему жестом. Спроси, кого Он имеет в виду. Кто это, Господи? Кому подам этот кусок хлеба, обмакнув его в тарелку, тот и есть. И обмакнув кусок, Иисус протянул его Иуде Искариоту, сыну Симона. Как только Иуда взял хлеб, в него вошел сатана. Делай быстро то, что ты собираешься делать. Никто за столом не понял, зачем Иисус сказал ему это. Иуда отвечал за кассу, и некоторые подумали, что Иисус попросил его купить необходимое к Пасхе или же выделить часть денег и раздать бедным. Взяв хлеб, Иуда сразу вышел. Была ночь. Когда Иуда вышел, Иисус сказал, «Настало время Сыну Человеческому прославиться, а в Нем прославляется Бог». Если Бог прославляется в Нем, то Бог прославит Себе и Сына. Скоро Сын будет прославлен. «Дети мои, недолго мне еще быть с вами. Вы будете искать меня, и, как я говорил иудеям, так говорю и вам. Туда, куда я иду, вы не сможете прийти. Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга. Как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Весь мир узнает, что вы мои ученики, если вы будете любить друг друга. Господи, куда ты идешь? Туда, куда я иду. Ты со мной пойти не сможешь, но позже ты пойдешь. Господи, почему я не могу уйти за тобой сейчас? Да я готов даже жизнь отдать за тебя. Ты отдашь за меня свою жизнь? Истинно говорю тебе, не успеет сегодня и петух пропеть, как ты трижды отречешься от меня. Пусть ничего не потревожит ваши сердца. Верьте Богу и мне. В доме отца моего места много, и я иду приготовить вам место. Если бы это было не так, то я бы вам сказал. И если сейчас я и ухожу от вас, чтобы приготовить вам место, то я ведь возвращусь и возьму вас с собой, чтобы и вы были там, где я. Вы знаете путь туда, куда я иду. Господи, мы не знаем, куда ты идешь. Как же мы можем знать путь туда? Я есть путь. Истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, как только через меня. Если бы вы действительно знали меня, вы бы знали моего Отца, и сейчас вы знаете Его и видели Его. Господи, покажи нам Отца, и этого нам будет достаточно. Я уже столько времени среди вас. Неужели ты не знаешь меня, Филипп? Кто видел меня, тот видел и Отца. Как ты можешь говорить, покажи нам Отца? Неужели вы не верите, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые я вам говорю, не мои слова. Это Отец, который живет во мне, совершает свою работу. Верьте мне. Я говорю вам, что я в Отце, и Отец во мне. Или верьте, по крайней мере, по моим делам. Истину говорю вам. Кто верит в Меня, тот может делать то, что я делаю. Он сможет делать еще больше, потому что я возвращаюсь к Отцу. Я сделаю все, чего бы вы не попросили во имя Мое, чтобы Отец прославился в Сыне. Просите Меня о чем угодно во имя Мое, и Я сделаю это для вас. Если вы любите Меня, то будете исполнять Мои заповеди. Я попрошу Отца, и Он даст вам другого Утешителя, который будет с вами всегда, Духа Истины. Мир не может принять Его, потому что Он живет с вами и будет внутри вас. Я не оставлю вас сиротами. Я вернусь к вам. Еще недолго, и мир больше Меня не будет видеть. Но вы будете видеть Меня. Я живу, и поэтому вы тоже будете жить. В тот день вы узнаете, что Я в Моем Отце, а вы во Мне, и Я в вас. Кто хранит Мои заповеди, и кто исполняет их, тот и любит Меня. Того, кто любит Меня, любит и Мой Отец. И я тоже буду любить Его, и открою себя Ему. Иуда, не Иуда Искариот, сказал, Господи, но почему ты хочешь открыть себя только нам, но не всему миру? Тот, кто любит Меня, тот будет поступать так, как я учу, и того будет любить Мой Отец. К тому мы придем и будем жить у Него. Тот, кто Меня не любит, не будет поступать так, как я учу. Слова, которые вы слышите, не Мои слова. Они принадлежат пославшему Меня Отцу. Все это Я сказал вам, пока еще нахожусь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого Отец пошлет вам во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, о чем Я вам говорил. Я оставляю вам мир. Мой мир Я даю вам. Я даю вам совсем не то, что предлагает этот мир. Пусть ничто не волнует ваше сердце. Не бойтесь. Вы слышали, когда Я говорил, Я ухожу от вас, но Я опять возвращусь к вам. Если бы вы любили Меня, то вы бы радовались тому, что Я иду к Отцу, потому что Отец больше Меня. Говорю вам обо всем заранее, чтобы, когда это произойдет, вы поверили Мне. Больше я уже не буду говорить вам, потому что приближается ко мне князь этого мира. У него нет власти надо мной, но мир должен узнать, что Я люблю Отца и что Я делаю то, что Отец Мне повелел. А сейчас пойдем. Я истинная виноградная лоза, а Мой Отец виноградарь. Он срезает на Мне каждую ветвь, не приносящую плода, а ветки, на которых есть плод, Он очищает, чтобы они еще больше плодоносили. Вы уже чисты, благодаря Слову, которое Я вам говорил. Будьте во Мне, и Я буду у вас. Ветвь сама по себе плодов приносить не может. Она должна быть на лозе. Вы сами тоже не сможете приносить плод, если не будете во Мне. Я лоза, а вы ветви. Когда человек будет во Мне, тогда и Я буду в Нем. И Он принесет богатый урожай. Без Меня вы не можете делать ничего. Кто не во Мне, тот как засохшая срезанная ветка. Такие ветки подбирают, бросают в огонь и сжигают. Если вы будете во Мне, и Мои слова будут в вас, то все, о чем бы вы ни попросили, вы получите. Мой Отец будет прославлен. Как Отец любит Меня, так и Я полюбил вас. Оставайтесь в Моей любви. Если вы послушны Моим заповедям, то вы пребудете в Моей любви, так как и Я послушен заповедям Моего Отца и живу в Его любви. Я говорю вам это, чтобы вы испытали Мою радость и чтобы ваша радость была полной. Любите друг друга, как и Я вас полюбил. Никто не может любить больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей. Если вы делаете то, что Я вам повелеваю, то вы – Мои друзья. Я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делает его хозяин. Напротив, Я называю вас друзьями, потому что Я открыл вам все, чему Я научился у Моего Отца. Вы Меня не выбирали. Я сам вас выбрал, чтобы вы шли и приносили плод без устали, и тогда Отец, видя это, даст вам все, о чем бы вы не попросили Его во имя Мое. Вот Моя заповедь. Любите друг друга. Если мир вас ненавидит, помните, что он ненавидел и меня. Если бы вы принадлежали миру, то мир любил бы вас, как своих, но вы не принадлежите миру, потому что Я избрал и отделил вас от мира. Поэтому мир вас ненавидит. Помните Мои слова. Слуга не больше своего Господина. Если преследовали Меня, то будут преследовать и вас. Если Моим словам повиновались, то будут повиноваться и вашим. Ваши противники будут гнать вас из-за Моего имени, потому что они не знают того, кто послал Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, то на них не было бы греха. Но сейчас у них нет извинения в том, что они грешат. Кто ненавидит Меня, тот ненавидит и Моего Отца. Если бы Я не делал среди них того, что еще никто до Меня не делал, то они не были бы виноваты в грехе. Но они видели чудеса и все равно возненавидели Меня и Моего Отца. В этом исполняется пророчество. Они ненавидели Меня ни за что. Когда придет Утешитель, Дух Истины, которого я пошлю к вам и который исходит от Отца, Он будет свидетельствовать обо Мне. И вы тоже должны свидетельствовать, потому что вы были со Мной с самого начала. Я говорю вам все это, чтобы вам не оказаться обманутыми. Вас отлучат от синагог. Даже наступит такое время, когда убивающие вас будут думать, что они тем самым служат Богу. Они будут так поступать, потому что не знают ни Меня, ни Моего Отца. Я вас предупреждаю заранее, чтобы, когда это время наступит, вы вспомнили Мое предупреждение. Вначале я не говорил вам этого, потому что я сам был с вами. Я возвращаюсь к тому, кто послал Меня. Но никто из вас уже не спрашивает, куда я иду. И я вижу, что от Моих слов сердце ваше наполнилось печалью. Но верьте Мне. Я ухожу ради вашего же блага. «Если Я не уйду, то Утешитель не придет к вам. Но если Я уйду, то пошлю Его к вам». Когда Он придет, то покажут миру, что такое грех, праведность и суд. Грех заключается в том, что мир не верит Мне. И праведность в том, что Я возвращаюсь к Моему Отцу, и вы Меня уже не увидите. Суд же состоит в том, что Князь мира сего осужден. Многое мне еще хотелось бы вам сказать, но вы сейчас не сможете понять. Вот когда Дух Истины придет, Он будет вести вас к истине. Он не будет говорить от Себя, но будет передавать то, что Сам слышит, и скажет вам, что должно произойти. Он прославит Меня, потому что откроет вам то, что Ему поручу. Все, что принадлежит Отцу, принадлежит Мне. Поэтому я говорю, что Дух возвестит вам Мое. Скоро вы Меня не увидите. Но пройдет немного времени, и вы опять увидите Меня. Некоторые из учеников Его стали говорить друг другу. Что это Он имеет в виду, говоря, скоро вы Меня не увидите, но пройдет немного времени, и вы опять увидите Меня. Еще Он говорит, потому что Я иду к Отцу, что Он хочет сказать этими словами, немного времени. Мы не знаем, о чем Он говорит. Иисус понял, что они хотели спросить Его об этом. Вы спрашиваете друг друга, почему Я сказал, скоро вы Меня уже не увидите, но пройдет немного времени, и вы опять увидите Меня. Истину говорю вам. Вы будете плакать и рыдать в то время, когда мир будет радоваться. Вы будете скорбить, но скорбь ваша обратится в радость. Когда женщине подходит время, родить, у нее начинаются боли, но как только ребенок родится, она забывает про боль, от радости, что в мир родился человек. Так и с вами. Сейчас у вас время скорби, но когда я снова вас увижу, никто больше не отнимет вашей радости. Тогда вы не будете спрашивать Меня ни о чем. Истину говорю вам. Отец Мой даст вам все, чего вы не попросите у Него во имя Мое. Пока вы во имя Мое не просили ничего, просите и получите, и ваша радость будет совершенной. Я говорил вам примерами. Наступает время, когда я не буду говорить примерами, а скажу вам прямо о Моем Отце. В тот день вы будете просить во имя Мое, но я уже не буду просить Отца о вас, потому что Отец Сам любит вас. Он любит вас, потому что вы полюбили Меня и поверили, что я пришел от Бога. Я пришел в этот мир от Отца, и сейчас я покидаю этот мир и возвращаюсь к Отцу. Тогда его ученики сказали ему, «Сейчас ты говоришь ясно, без примеров. Сейчас мы понимаем, что ты знаешь все и не нуждаешься в том, чтобы тебя спрашивали. Поэтому мы верим, что ты пришел от Бога. Верите ли вы Мне теперь? Наступает такое время, и уже наступило, когда вы разойдетесь в разные стороны и оставите Меня. Но я не один. Со мной Мой Отец. Я сказал вам все это, чтобы вы нашли во Мне мир. В этом мире вас ожидают невзгоды, но не отчаивайтесь. Я победил мир. Закончив говорить это, Иисус поднял глаза к небу и сказал, «Отец, настало время. Прославь Твоего Сына, чтобы Сын Твой мог прославить Тебя. Ты дал Ему власть над всеми, чтобы Он мог давать вечную жизнь всем тем, кого Ты дал Ему. Ведь вечная жизнь состоит в познании Тебя, единственного истинного Бога, и Иисуса Христа, Которого Ты послал. Я прославил Тебя на земле, совершив работу, которую Ты мне поручил. Отче, прославь меня у Тебя самого, той славы, которую я имел еще до начала существования мира. Я открыл имя Твое тем, кого Ты взял из мира и дал мне. Они были Твоими, и Ты дал их мне. И они сохранили Слово Твое. Они поняли, что все, что Ты дал мне, исходит от Тебя. Я передал им слова, которые Ты дал мне. Они приняли их и действительно поверили тому, что Ты послал меня. Я молюсь о них. Молюсь не обо всем мире, но о тех, кого Ты дал мне. Потому что они принадлежат Тебе. Все, что я имею, принадлежит Тебе. И все Твое принадлежит Мне. В них я был прославлен. Я ухожу из мира и иду к Тебе, но они остаются в мире. Святой Отец, сохрани во имя Твое тех, кого Ты мне дал, чтобы они были одно, как и мы одно. Пока я был с ними, я сам хранил их во имя Твое, имя, которое Ты дал мне. Никто из них не погиб, кроме осужденного на погибель. И в этом исполнилось Писание. Сейчас я возвращаюсь к Тебе, но пока я еще в мире, я говорю это, чтобы они познали свою радость сполна. Я дал им Слово Твое, и мир их ненавидит, потому что не от мира, как и я не от этого мира. Я молюсь не о том, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы Ты сохранил их от зла, ведь они не принадлежат миру, как и я не принадлежу ему. Освяти их Твоей истиной. Твое Слово есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир. Я отдаю Себя ради них, чтобы и они были освящены истиной. Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в меня по их словам. Молюсь, чтобы они были одно, Отче. Пусть же они будут в нас, как Ты во мне и я в Тебе, чтобы мир поверил, что Ты послал меня. Я наделил их славой, которую Ты дал мне, чтобы они были одно. Я в них, а Ты во мне. Пусть же они будут в совершенном единстве, чтобы мир узнал, что Ты послал меня и что Ты любишь их так, как меня. Отче, я хочу, чтобы те, кого Ты дал мне, были со мной там, где я. Хочу, чтобы они увидели мою славу, славу, которую Ты дал мне, потому что Ты полюбил меня еще до создания мира. Праведный Отец, хотя мир и не знает Тебя, но я знаю Тебя, и они знают, что Ты послал меня. Я открыл им Твое имя и еще открою, чтобы та любовь, которой Ты меня любишь, была в них, и чтобы я был в них. когда Иисус окончил молиться, Он пошел со Своими учениками на другую сторону ущелья Кедрону. Там был оливковый сад, и Иисус и ученики Его пошли туда. Предатель Иуда тоже знал это место, так как Иисус часто встречался там со Своими учениками. Он тоже пришел в сад и привел с собой солдат и слуг, посланных священниками и фарисеями. Они пришли с фонарями и факелами. Иисус знал все, что должно было с Ним произойти. Он вышел вперед и спросил, Кого Вы ищете? Иисус из Назарета. Предатель Иуда тоже стоял с ними, когда Иисус сказал им, Это Я? Они отступили назад и упали на землю. Иисус снова спросил их, «Кого Вы ищете?» Иисуса из Назарета. Я же сказал Вам, что это Я. Если Вы ищете Меня, то отпустите остальных. Иисус сказал им, «Отец, я не погубил никого из тех, кого Ты дал Мне». У Симона Петра был меч. Он выхватил его, ударил слугу первосвященника и отсек ему ухо. Слугу звали Малх. Убери меч! Разве я не должен выпить чашу, приготовленную Мне моим отцом? Солдаты иудейские начальники арестовали Иисуса. Они связали его и привели сначала к Анне. Анна был тестем Каифы, который в тот год был первосвященником. Это Каифа, убеждал иудеев, что будет лучше, если один человек умрет за весь народ. Симон Петр и еще один ученик шли следом за Иисусом. Первосвященник знал этого ученика, и тот смог пройти за Иисусом во двор, а Петр остался снаружи у ворот. Другой ученик вышел, поговорил со служанкой у ворот, и провел Петра внутрь. Ты, случайно, не один из учеников этого человека? Нет. Было холодно. Слуги и начальники разложили костер и грелись у него. Петр тоже стоял у костра. Первосвященник тем временем допрашивал Иисуса о его учениках и его учении. Иисус ответил, «Я говорил открыто всему миру. Я всегда учил в синагогах или храме, там, где собираются все иудеи. Я не говорил ничего тайного». Зачем вы допрашиваете меня? Спросите тех, кто слушал меня. Они наверняка знают, что я говорил. «Как ты смеешь так разговаривать с первосвященником?» «Если я сказал, что-то не так, то скажи, что я сказал не так? Если же я прав, то зачем ты бьешь меня?» «Анна отослала его связанным первосвященнику Каифе. Петр все стоял и грелся у костра, когда его еще раз спросили, «Ты случайно не один из его учеников?» «Нет». Отказался Петр. Один из слуг первосвященника, родственник того, которому Петр отсек ухо, сказал, «Разве не тебя я видел с ним в саду?» «Нет». И в этот момент пропел петух. Было раннее утро. Иудеи привели Иисуса от Каифа во дворец римского правителя. Иудеи, опасаясь оскверниться, не вошли во дворец, иначе они не смогли бы потом есть пасхальный ужин. Поэтому Пилат вышел к ним и спросил, «В чем вы обвиняете этого человека? Мы бы не привели его к тебе, если бы он не был преступником. Тогда берите его сами и судите по вашему закону». Но у нас нет права казнить человека. Так должны были исполниться слова Иисуса о том, какой смертью он умрет. Пилат вошел внутрь дворца и вызвал Иисуса. Ты иудейский царь? Ты спрашиваешь это от себя? Или тебе обо мне сказали другие? Я что, иудей? Это твой народ и твои начальники отдали тебя мне? Что ты сделал? Царство мое не от этого мира. Если бы оно было от этого мира, то мои подданные защитили бы меня. не от этого мира, мои подданные будут бороться от меня от меня от меня от этого мира. Нет. Мое царство не от этого мира. Так значит, ты все-таки царь. Ты верно сказал? Я царь. Я родился и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Тот, кто на стороне истины, тот слушает меня. Что есть истина? Потом Пилат опять вышел к народу и сказал, я не нахожу никакой вины в этом человеке, но у вас есть обычай, чтобы я на праздник Пасхи отпускал на свободу одного из заключенных? Кто хотите, чтобы я отпустил вам иудейского царя? Они в ответ закричали, нет, отпусти нам вараву? Варава же был разбойником. Тогда Пилат приказал бить Иисуса. Солдаты сплели из ветра терновника венок и надели на голову Иисуса. Они надели на него красную мантию и подходили к нему с возгласами «Да здравствует иудейский царь!» и били его по лицу. Пилат вышел еще раз и сказал иудеям «Смотрите, я выведу его к вам, чтобы вы убедились, что я не нахожу в нем никакой вины. Смотрите, вот этот человек». Иисус вышел в терновом венке и в пурпурной мантии. Распни его! Распни его! Берите сами его и распинайте. Я же не нахожу в нем никакой вины. У нас есть закон и по нашему закону он должен умереть, потому что называет себя сыном божьим. Услышав это, Пилат еще больше испугался. Он опять вошел во дворец и спросил Иисуса, «Откуда ты?» Но Иисус не отвечал ему, «Ты что, отказываешься говорить со мной? Помни, у меня есть власть освободить себя или распять». «У тебя есть власть надо мной только потому, что она была дана тебе свыше, поэтому на том, кто предал меня тебе больший грех». «Услышав это, Пилат пытался освободить Иисуса. Если ты отпустишь этого человека, то ты не друг императору. Каждый, кто заявляет, что он царь, враг императору, когда Пилат это услышал, он вывел Иисуса, сел в судейское кресло на месте, называемом каменный помост по-еврейски «гаввафа». «Все это происходило в пятницу перед Пасхой. Время близилось к полудню. Пилат сказал народу, «Вот ваш царь, убей его, распни его». «Вы просите меня распять вашего царя? У нас нет царя, кроме императора». Затем Пилат отдал им Иисуса на распятие. «Все над над ами и над и над Они взяли Иисуса. Иисус пошел, неся свой крест на лобное место, по-еврейски называемое Голгофа. Там они распяли Его, а с Ним по обе стороны еще двоих, и Иисус был в середине. Иисус из Назарета был написан на ней. Надпись эту читало много иудеев, так как место распятия Иисуса было близко к городу. Написано было по-еврейски, по-латыни и по-гречески. Начальники иудеев возразили Пилату, не пиши, иудейский царь, а напиши. Этот человек заявляет, я иудейский царь. Что я написал, то написал. Когда солдаты распяли Иисуса, они взяли Его верхнюю одежду и разделили на четыре части, каждому по одной. Они взяли Его хитон, который был сотнен целиком, без швов. Не будем им урвать, решили они. Бросим лучше жеребий и посмотрим, кому он достанется. Так исполнилось записанное в Писании. Они делили между собой ризы и бросали жеребий о моей одежде. Солдаты это исполнили. Недалеко от креста Иисуса стояли Его мать, сестра матери Мария, жена Клеопы, и Мария Магдалина. Иисус увидел Свою мать и Своего любимого ученика, стоявшего рядом с ней. Вот Твой сын. Своему же ученику Он сказал, «Вот Твоя мать». С этого времени ученик взял ее к себе в дом. Иисус знал, что все уже совершилось, и что Писание исполнилось полностью. Он сказал, «Хочу пить». Там стоял кувшин с дешевым винным уксусом, и солдат, обмочив в Него губку, надел его на палку и поднял к губам Иисуса. Иисус попробовал и сказал, «Совершилось!» Сказав это, Он уронил голову на грудь и умер. Потом иудеи попросили Пилата, чтобы распятым позволили перебить ноги и снять их тела с крестов. И просили это потому, что была пятница. И они не хотели оставлять тела на крестах до субботы. К тому же, это была особенная, пасхальная суббота. Солдаты пришли и перебили ноги сначала одному распятому, затем другому. Когда же они подошли к Иисусу, то увидели, что Он уже мертв, и не стали перебивать Его ног. Вместо этого один из солдат пронзил копьем Бог Иисуса, и из Него потекли кровь и вода. Тот, кто сам все это видел, свидетельствует об этом для вас, чтобы вы тоже поверили. Его свидетельство истинно, и Он знает, что говорит правду. Все это произошло, чтобы исполнились слова Писания. Ни одна из Его костей не будет переломлена. И в другом месте они будут смотреть на Того, Которого пронзили. Позже Иосиф из Аримафеи попросил Пилата отдать Ему тело Иисуса. Иосиф был учеником Иисуса, но тайным, из страха перед иудеями. С позволения Пилата, он пришел и забрал тело Иисуса. С Иосифом был Никодим, который как-то приходил к Иисусу ночью. Он взял с собой около ста фунтов смеси из мирра и алоэ. Они сняли тело Иисуса и завернули его вместе с бальзамом в полотность длиной ткани. Такого было иудейские погребальные обычаи. Там, где Иисуса распяли, был сад, и в саду новая гробница, в которой еще никого не хоронили. Так как был день перед субботой, а гробница оказалась поблизости, они положили там Иисуса. Рано утром, в воскресенье, когда было еще темно, Мария Магдалина пошла к могиле и увидела, что камень от входа в могилу отварен. Она побежала к Симону Петру и к другому ученику, которого Иисус любил. Они забрали Господа из могилы, и мы не знаем, куда они его положили. Петр и другой ученик сразу же побежали к могиле. Они оба бежали, но второй ученик обогнал Петра и прибежал к могиле первым. Он заглянул вовнутрь и увидел длинные полотна, но внутрь не зашел. Затем Петр, который был позади его, подбежал и вошел в могилу. Он увидел лежащие длинные полотна и погребальный платок, которым была обвязана голова Иисуса. Он лежал сложенным отдельно от длинных полотен. Тогда и другой ученик, прибежавший к могиле первой, тоже вошел внутрь. Он увидел и поверил. Они все еще не понимали из Писания, что Иисус должен воскреснуть из мертвых. Ученики возвратились домой. Мария же стояла у могилы и плакала. Плача, она заглянула в могилу. И увидела двух ангелов в белом. Они сидели там, где раньше лежало тело Иисуса. Один в головах и один в ногах. «Женщина, почему ты платишь?» спросили они. Они унесли моего Господа. И я не знаю, куда они положили его. Затем она обернулась и увидела там Иисуса. Но она не могла понять, что это был Иисус. «Женщина, почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» Она подумала, что это был садовник и сказала, «Господин, если это ты унес его, то скажи, куда ты положил его, и я пойду и возьму его». «Мария!» Она повернулась к нему и вскрикнула по-еврейски. «Равуни!» Это означает, «Учитель, не прикасайся ко мне, потому что я еще не был отца. Пойди лучше к моим братьям и скажи им, «Я возвращаюсь к моему отцу и к вашему отцу, к моему Богу и вашему Богу». Мария Магдалина пошла к ученикам и сказала, что видела Господа, и она пересказала им то, что он ей говорил. Вечером того же дня, когда ученики собрались вместе и двери были заперты из боязни перед иудеями, пришел Иисус. Он встал посереди них и сказал, «Мир вам!» Сказав это, он показал им свои руки и Бог. Ученики переполнились радостью, увидев Господа. Иисус опять им сказал, «Мир вам!» Как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас. С этими словами Он дунул на них. Примите Духа Святого. «Если вы будете прощать грехи другим, то они будут прощены и вам. И если вы не будете прощать, то и вам грехи не простятся». Одного из двенадцати учеников, Фомы, которого еще называли Близнец, не было с учениками, когда приходил Иисус. И когда другой ученик сказал Его, «Мы видели Господа, пока я не увижу следов от гвоздей в Его руках, не вложу палец туда, где был гвоздь, и не потрогаю рану на боку, я не поверю». Неделю спустя ученики опять собрались в доме. На этот раз Фома был с ними. Двери были заперты, но Иисус пришел и стал посреди них. Мир вам. Подай сюда свой палец и посмотри на мои руки. Протяни руку и потрогай мой бок. Не сомневайся и верь. Господь мой и Бог мой. Ты поверил? Потому что увидел меня. Благословенны те, кто поверил, не видя меня. Иисус совершал в присутствии Своих учеников много других знамений, о которых в этой книге не написано. А эта книга написана для того, чтобы вы поверили, что Иисус есть Мессия, Христос, Сын Божий. И веруя во имя Его, вы имели бы жизнь. Позже Иисус опять пришел к своим ученикам. Это было у Тивериадского озера. Произошло все так. Симон Петр, Фома, называемый Близнец, Нафанаил из Каны Галилейский, сыновья Зеведеевы и два других ученика собрались вместе. Симон Петр сказал другим, я пойду ловить рыбу. Мы тоже пойдем с тобой. Мы тоже пойдем с тобой, решили они. Они вышли в море, но в ту же ночь ничего не поймали. Рано утром Иисус ожидал на берегу, но ученики не узнали его. Дети мои, ну как, есть у вас рыба? Нет. Забросьте сеть справа в борту и поймайте. Они забросили и не могли вытащить сеть, потому что поймали так много рыбы. ученик, которого Иисус любил, сказал Петру, это Господь. Как только Петр услышал, что это был Господь, он обвязался верхней одеждой, так как был раздет и прыгнул в воду. Другие ученики поплыли за ним на лодке, подтягивая сеть полную рыбы. Они были недалеко, метров 100 от берега. Когда они вышли на берег, то увидели костер и на нем пеклись рыба и хлеб. Принесите несколько рыб из тех, что вы сейчас поймали. Симон Петр зашел в лодку и вытащил на берег сеть полную крупной рыбы. В ней было 153 рыбы, но даже при таком количестве она не порвалась. «Идите сюда и поешьте». Никто из учеников не осмеливался спросить его «Кто ты?» Они знали, что это Господь. Иисус подошел, взял хлеб и дал им. То же самое он сделал с рыбой. Это был уже третий раз, когда Иисус пришел к Своим ученикам после того, как воскрес из мертвых. Когда они закончили есть, Иисус сказал Симону Петру «Симон, сын Ионы, любишь ли меня больше, чем они?» «Да, Господи. Ты знаешь, что я люблю тебя. Забудься о моих овцах». Иисус спросил его во второй раз «Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня?» «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Забудься о моих овцах». Третий раз Иисус спросил Петра «Симон, сын Ионы, сын Ионы, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, потому что Иисус спросил его уже третий раз «Любишь ли ты меня?» и сказал ему «Господи, ты знаешь все. Ты знаешь, что я люблю тебя. Забудься о моих овцах». Истину говорю тебе. Когда ты был молод, ты мог сам одеться и идти, куда хотел. Но когда ты состаришься, то тебя оденут, поведут туда, куда ты не захочешь идти. Иисус сказал это, имея в виду смерть, которую Петр прославит Бога. Потом Иисус сказал ему «Иди за мной». Петр обернулся и увидел, что ученик, которого Иисус любил, тоже шел за ними. Это он тогда на ужине наклонился к Иисусу и спросил «Господи, кто предаст тебя?» Когда Петр его увидел, он спросил «Господи, а с ним как будет?» «Если даже я захочу, чтобы он был жив, пока я не возвращусь, что тебе до этого?» Ты иди за мной. После этих слов среди учеников распространился слух, что этот ученик не умрет. Но Иисус не сказал, что он не умрет. Он сказал лишь «Если даже я захочу, чтобы он был жив, пока я не возвращусь, что тебе до этого?» Это и есть тот ученик, который свидетельствует об этом и который все записал. Все мы знаем, что это свидетельство истины. Иисус сделал еще и многое другое. И если бы все описать, то, я думаю, и всему миру не вместить книг, написанных о нем. Режиссер фильма Филипп Сивиль В ролях Генри Ян Касик Дэниел Кэш Ричард Линтерн Стивен Рассел Скотт Хэнди и другие. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова